Среди кустарников на окраине австралийского города Маргарет Ривер сепухой следует местность в поисках добычи. На другом конце города её ждут детёныши, издавая характерные звуки. «Они требуют еды вот так. И так всю ночь». Обнаружить хищных птиц в этой местности помогли волонтёры. Если бы не они, то появление австралийских сепух так и осталось бы незамеченным. Ранее здесь их никогда не встречали. Но чтобы заметить их, пришлось провести длинные холодные ночи в засаде. «Мы просто мечтали о том, чтобы однажды прийти домой и рассказать, что видели нечто, чего никогда не видели в Западной Австралии». К настоящему времени в районе Маргарет Ривер удалось заметить уже несколько сепух. Главная угроза для них – это яд, который используют для травли крыс. Местные жители приняли этого внимания, чтобы не навредить. «Мы включили это в контракт с дезинсекторами. Мы указали, какие яды они могут использовать». Один местный производитель вина пошёл ещё дальше. Он вообще отказался от ядов и теперь создаёт условия для обитания сепух, чтобы они сами охотились на крыс и мышей. «Было бы удивительно, если бы у нас поселилось семейство сепух, которое на самом деле обеспечило природный контроль над численностью грызунов». О популяциях австралийских сепух на континенте известно недостаточно. В разных районах им присвоен разный статус – от уязвимых до находящихся под угрозой исчезновения. Но у Маргарет Ривер они, похоже, поселились надолго. Они танцуют. И что они в самом деле делают…»